Сегодняшняя тема Папуа Новая Гвинея, Конго, Камерун, Судан, Индия, Экваториальная Гвинея и Ангола попали в число стран, из которых жители Петербурга чаще всего привозят паразитарные заболевания. Может, на фоне паники вокруг лихорадки Эбола кому-то эти болезни не покажутся стоящими внимания, но так точно не думает, например, мужчина, прибывший из Таиланда с амибиазом. По сведениям, которые сообщил врачам, на отдыхе он ел немытые овощи и фрукты, пил некипиченую воду и пренебрегал всеми правилами санитарии. В итоге уже дома был госпитализирован, ему потребовалось хирургическое лечение. Рейтинг самых опасных стран для летнего отдыха смотрите здесь, как сообщил доктору Питеру, заведующий паразитологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии Александр Шапарь. В этом году в Петербург шесть туристов привезли опасную тропическую малярию из Судана, Доминиканской республики, Кении, Уганды, Нигерии и Анголы. А всего в период с 2012 по август 2014 года в городе зарегистрировано 24 случая малярии. Причем более 65% составляют случаи заболевания среди отдыхающих по туристическим путевкам. Кроме малярии в Петербурге регистрируются завозные случаи трансмиссивных, передающихся через укусы насекомых и паразитарных заболеваний, дирофилериоза, из Египта, тиньоринхоза, отец маврики, амебиаза, из Таиланда и Индии, депелидиоза, с острова Крит. Последний случай завоза лишманиоза произошел в июле из Таджикистана, в прошлом году эту паразитарную болезнь привез ребенок из Испании. Самое опасное заболевание из этого списка, все же малярия. И даже не по степени тяжести течения болезни. Учитывая, что в Петербурге, как и в России в целом есть потенциальный переносчик болезни, комары, а в последние годы и летний температурный режим соответствуют условиям распространения инфекции, завозная малярия рискует превратиться в местную. И тогда это будет еще большая проблема, распространение начнется уже в Петербурге. Можно ли заразиться глистами от мяса для шашлыка? Читайте здесь «Основная причина заболеваемости» Плохая осведомленность туристов о риске, связанном с инфекционными и паразитарными заболеваниями, уверен Александр Шапай. Его можно было бы избежать, зная основы поведения в жарких странах, о которых должны были уведомить своих клиентов работники туристической фирмы. Туроператоры обязаны информировать выезжающих туристов об опасностях, поджидающих их на отдыхе. Беда в том, что они и сами об этом знают немногое, в 2012-2014 годах обучение по вопросам организации работы по безопасному туризму при выезде граждан в зарубежные страны в Центре гигиены и эпидемиологии прошли всего лишь два оператора туристического бизнеса. А контролирующие органы даже не проверяют наличие у компании свидетельства об этой важной подготовке. Поэтому всем желающим выехать на отдых в жаркие страны стоит самим поинтересоваться, есть ли у фирмы, в которую они обратились, соответствующие документы способны ли вам предоставить важную информацию о потенциальных рисках инфицирования в стране, которую вы выбрали для отдыха. Почему опасно травить глистов лекарствами на травах, читайте здесь справка Дерафиляриоз, паразитарное заболевание, передающиеся через укусы насекомых, зараженных личинками дерафилярий. Заболевание протекает медленно и часто остается незамеченным. В половине случаев паразит мигрирует от места укуса в органы зрения, под кожу век, под конъюнктиву или в глазное яблоко. Место укуса зудит, увеличивается, зараженный человек нередко чувствует, шевеление, под кожей. Тинеоринхоз, заболевание, вызываемое бычьим цепнем. Заражение происходит при употреблении зараженного мяса, сырого, недостаточно термически обработанного, либо слабо соленого или вяленого. Большинство пациентов жалуются на зуд в области ануса, приступообразные боли в животе, сильную тошноту и позывы к рвоте, слабость, увеличение аппетита, неустойчивый стул. Задать вопрос инфекционисту можно здесь. Дипелидиус вызывается другим ленточным червем, огуречным цепнем. Обычно носителями паразита становятся домашние животные, собаки и кошки, и дикие, лисы, волки, песцы. Человек заражается при случайном проглатывании зараженных личинками гельминтов, лосоедов или блох при тесном общении с собаками и кошками. Огуречный цепень живет в тонком кишнике, что вызывает характерный симптом – развитие гипохромной анемии. Заболевший человек отмечает слюнотечение, тошноту, боли в животе, иногда зуд в области ануса и беспокойный сон. Здоровья! Здоровья!